Здравствуйте! Новости Дагестана на телеканале ННТ. С вами Махач Курбанов. Коротко о главном. Парк Агель. Очередной проект на бумаге или реализуемое решение. Меры поддержки бизнеса. Кто может рассчитывать на помощь? Смотрите в нашем выпуске. Повышение или картельный сговор. Цены на проезд вновь в центре внимания. Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику коронавирусной инфекции, сообщает в пресс-службе Минэкономразвития Дагестана. Представители малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированные некоммерческие организации смогут получить субсидию, компенсирующую затраты на профилактику новой болезни. Заявление на выплату можно будет подать с 15 июля по 15 августа через личный кабинет налогоплательщика. Компания, которая претендует на субсидию, не должна иметь недоимки по налогам и страховым взносам, которые превышают 3000 рублей. Кроме того, она не может проходить процедуру ликвидации или банкротства. На помощь могут рассчитывать те, кто ведет бизнес в сфере бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также некоммерческие организации социального профиля. Размер субсидий на первоначальные расходы составит 15 тысяч рублей и еще 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника. Более 350 человек прошли бесплатное экспресс-тестирование на антитела COVID-19. В пятницу и два прошедших выходных более 350 человек смогли принять участие в акции, организованной Республиканским центром медицинской профилактики. Врачи центра в одном из самых крупных супермаркетов Махачкалы развернули площадку, где проводили экспресс-тестирование всех желающих на антитела к новой коронавирусной инфекции. Комитет по архитектуре и градостроительству Дагестана разработал концепцию развития парка Агель. Ведомство предлагает уполномоченным органам свое решение назревших проблем в качестве рекомендации для последующей реализации. По мнению экспертов, озеро может быть прекрасным местом для отдыха горожан, а сейчас с этой задачей существующий парк Агель справляется лишь отчасти. Водоем испытывает негативное воздействие в связи с возведением многоэтажных домов, засыпанием берегов и стихийными свалками стройматериалов вокруг него. За последние 10 лет площадь озера существенно сократилась. В разработанной концепции площадь проектирования составляет 55 гектаров. Современный облик парка предлагается изменить, разместив в нем новые функциональные зоны, оформленные традиционными дагестанскими орнаментами. Архитектурно-планировочная структура объекта включает в себя велопешеходную инфраструктуру, инфраструктуру водного развлечения, элементы регулирования дождевых стоков, акустического и микроклиматического комфорта и другое. На месте ипподрома в Махачкале появится Ледовый дворец. Для его строительства власти выделили земельный участок площадью около 6 гектаров. Сейчас идет проектирование сооружения, которое планируют завершить уже осенью этого года. Поручение о строительстве дворца дано президентам Путиным. В спорткомплексе будут размещены два катка вместимостью 3500 мест. Специалисты Россельхозцентра продолжают обрабатывать земли, борясь с пагубным воздействием саранчевых вредителей. На сегодня проверено более 350 тысяч гектаров земель сельхозназначения на наличие саранчи. Всего саранча заселило почти 120 тысяч гектаров, из которых уже обработаны 101 тысячи. В ведомстве рассказали, что для обработки от саранчи в республике задействовано 15 единиц техники, самолеты малой авиации, опрыскиватели и аэрозольные установки. В Махачкале вновь поднимут вопрос о снижении цен за проезд. Об этом заявили в Уфас. Вопрос с ценами на проезд все еще остается открытым для антимонопольной службы. Руководитель ведомства Каир Бабаев отметил, что в действиях перевозчиков были выявлены признаки картельного сговора. Тогда 8 махачкалинских перевозчиков практически одномоментно увеличили стоимость проезда по городу с 17 до 23 рублей. Вопрос о снижении цен будет снова поднят и тщательно рассмотрен на ближайшем региональном семинаре совещаний. В Дагестане появится отделение судебно-экспертной палаты России. На общем собрании учредителей принято решение создать Республиканское отделение Общероссийской общественной организации, содействуя судебно-экспертной деятельности. Отделение создано с целью консолидации и повышения профессионального уровня судебных экспертов и судебно-экспертных учреждений. Дагестанский боец Муслим Салихов одержал очередную победу в Лиге UFC. Накануне в Абу-Даби он встречался с бразильцем Элизео Залески Дос Сантосом. Поединок полусредневесов проходил на так называемом Бойцовском острове в рамках 251-го турнира Лиги. Все три раунда прошли в стойке, где король кунг-фу из Буйнакска порадовал зрителей несколькими красивыми ударами с разворота. По итогам боя большинство судей посчитали победителем Салихова. Для нашего бойца эта победа стала уже четвертой подряд в UFC. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok